Добрый день, дорогие друзья! Ну, как известно, мы недавно проводили среди нашей аудитории импровизированные первичные выборы кандидатов президента Российской Федерации. Итак, лидерами нашего голосования стали Юрий Юрьевич Болдырев и Игорь Иванович Стрелков. И мы обещали устроить что-то вроде дебатов. Все-таки встречаются практически единомышленники. И вот сегодня они в студии. Здравствуйте, Юрий Юрьевич! Здравствуйте, Игорь Иванович! Здравствуйте, Игорь Иванович! Ну что ж, попробуем с вами что-то в режиме командно-штабных учений провести. Некие, так сказать, наши телевизионные дебаты. Я попробую задавать вопросы сначала общего характера, на которые прошу отвечать коротко, ясно, естественно. А потом мы перейдем к вопросам, заданным нашими зрителями. И давайте, наверное, начнем с первого вопроса. Кем все-таки должен быть президент Российской Федерации? Он чем-то отличается от других президентов? Каким-то особым статусом. Это должен быть всезнающий и вообще всеведущий? Или это человек с очень сильной командой? Ну что ж, я прошу распечатать тему. Юрий Юрьевич, может, начните? Первое. Коротко не получится, потому что в прошлый раз предупредили, что это не будет дебата, а будет дружеская встреча. Ну, дружеская дебата. Да, поэтому все-таки человек, как известно, смертен. Поэтому, с моей точки зрения, главное все-таки не фигура в голове, а формирование группы, от имени которой этот человек должен выдвигаться. И группы, максимально поддерживаемые широкими слоями людей, независимо от всех нюансов идеологии, которые упрошены в обществу очень много. Еще раз. Главное все-таки не личные качества единицы, а формирование команды, с моей точки зрения. И геранцев? К сожалению, не могу согласиться здесь с Юрием Юрьевичем, потому что у нас, к сожалению, не Голландия и не Лихтенштейн. У нас Россия, страна очень большая, очень пестрая в смысле национальности проживающего населения, очень разные направленные, разнокультурные, находящиеся на разных уровнях развития населения. И не монорелигиозные, то есть многоконфессиональные, как принято говорить. Скажем так, весь исторический опыт России с древнейших времен по настоящее время четко демонстрирует. От первой фигуры Бугового государства зависит буквально все. Вот то, что вы говорите, Юрий Юрьевич, это больше касается как раз деятельности нашего, надеюсь, не последнего, а может и последнего президента Владимира Владимировича, который, как говорится, скорее опирается на команду, который царствует, но не правит, но все равно именно от него, от его такой либеральной, либерального подхода к управлению страной оказалось практически зависимо все. Всегда все зависит от нашего первого лица. Не все, но значительная часть. Ну, а то, что, конечно, президентом должен быть человек, который четко понимает, что он хочет, четко понимает, что нужно стране, и способный сформировать ту команду, которая будет дееспособна и сможет совместить хотелки президента и хотение народа, желание народа, это само собой разумеется. Ну, давайте здесь подискутируем. Значит, вот смотрите. Зачем гражданский, а вы человек военный? Я все-таки не совсем. Тем не менее, мы говорим о чем? О таком очень мирном, дружественном соревновании между властью и оппозицией. Или мы говорим об очень жестком противостоянии, в котором власть добровольно, не то, что власть, а даже вот столичка не уступит. О чем мы говорим? Мы говорим об очень жестком противостоянии. В этом жестком противостоянии, хочешь не хочешь, надо напомнить, что человек смертен. Надо напомнить, что человек очень хрупок. И если в жестком противостоянии все упирается в одну личность, которую вот так вот убери как пушинку, и у противника все развалилось, и нечего предъявить, а мы знаем, что серьезную охрану может обеспечить только крупное государство. Ни одному оппозиционному политику никто серьезную охрану обеспечит не способен. Мы сейчас говорим уже об голове. Мы говорим о реальностях. Значит, я исхожу из того, что делать ставку на то, что в этом очень жестком противостоянии выскочит одна личность, на которой сконцентрируется все, и будет опасно, что эта личность сметет нынешнюю, не Семенбанкирщину, а олигархичину. Защитить эту личность мы не сможем никаким способом. И если возникнет хоть малейшая реальная опасность смены власти, это лично будет уничтожено просто вот так. Это наша реальность. Я в этом советую. Юрий Юрьевич, понятно, но мы допускаем условия, все-таки у нас КШМ, что у нас это президент. Я думаю, что все-таки не противоречит очень сильная личность во главе страны с очень сильной командой. Я просто обосновываю свой тезис. Личность без команды убирается, как Пушинка. И все. С точки зрения существующих действующих реалий, вы совершенно абсолютно правы. Тут вам невозможно возразить от слова никак. И нет смысла возражать. Но просто вопрос стоялся немножко по-другому. И единственную ремарку я хочу дать, не споря с вами, это все новое, это хорошо забытое, старое. В свое время еще в античность римские императоры, августы, решали эту проблему назначением еще при своей жизни, причем задолго до смерти, одного, а иногда и двух соправителей цезарей, которые в случае, если и когда август решал помереть, или как, допустим, диоклетян заняться посадкой капусты, чем он занимался в последние 20 лет своей жизни, после 20 лет правления, на его место вступал преемник, уже готовый, уже прошедший значительную школу и отобранный лично августом. Но это римская система, система, насколько я понимаю, уже при доминате, по-моему, это уже было, то есть на завершающей статье существования римской империи, но тем не менее. Но просто там речь не шла о противостоянии власти и оппозиции. Естественно, когда мы говорим о противостоянии власти и оппозиции, если вообще власть нас считает, что мы ей противостоим, она в упор не замечает. Мы же не про себя, не про вас, не про меня. Юрий Юрьевич, все-таки мы делаем допущение. Некоторые допущения мы делаем. Но тогда мы перейдем ко второму вопросу. Итак, что делать в самом начале, после 25 лет такой деградации, что придется делать, вот ваши первые шаги, и понадобится ли особый период некоторый в начале такого президентства. Я хочу, чтобы Игорь Иванович начал ответ на этот вопрос. Я уже готовился, что Игорь Иванович будет отвечать. Нет, Игорь Иванович, нет, вы не выйдете. Что делать? А вот здесь как раз этот вопрос, ну, архи сложный на самом деле. И сложно на него отвечать теоретически, потому что непонятно будет от какого дна придется отталкиваться. От какого дна? От сегодняшнего дня, скорее всего, отталкиваться не придется по одной простой причине. Будет не просто хуже, будет на порядок. А, ну, насколько и как? Будет ли у нас все как в 17-18 году, то есть полный развал, внешние интервенции, оккупация иностранными войсками части территорий, гражданская война, там тоже не исключено. Или у нас все-таки будет хотя бы минимальный порядок. Вы опять же, вот мой тезис всегда заключается в том, что развал будет продолжаться, развал будет очень глубоким, и выходить из него придется жестко радикальными методами. Мой тезис, я просто уточню. Но, естественно, когда, если я сейчас начну озвучивать, какими методами придется выходить из того развала, в который нас погрузит нынешняя власть в процессе своего распада, то я фактически наговорю себе на несколько статей Уголовного кодекса, вплоть до какого-нибудь оправдания терроризма и прочего. Понимаете? Да. А если отталкиваться от сегодняшнего дня, это будет просто пережевывание сена беззувородом. Но вы, главное, вы допускаете, что, то есть вы, Гарри Иванович, считаете, что некий особый чрезвычайный порядок понадобится в любом случае? Ну, несомненно, по одной простой причине, потому что, к сожалению, кризис всеобъемлющий, системный, он поразил все отрасли, и экономики, и нравственности, и социальные сферы. И когда он дойдет до своего логического завершения, пересобирать придется практически все. И тот тезис, который я озвучивал в 2014-2015 годах, о том, что тогда необходимо было срочно сооружать леса, которые поддержат рушащуюся, сгнившую конструкцию и не дадут ей упасть на голову населению страны, он, к сожалению, уже не актуален. Поздно уже сооружать леса, которые удерживают государство, оно рухнет. И нам придется иметь дело с более или менее фрагментированными кучами битого кирпича. Что мы из этого будем собирать? Как мы будем из этого собирать? Как заставить работать чиновничество, которое в экстремальных ситуациях вообще не умеет работать, а в нынешней ситуации работает в основном на себя? Как заставить работать экономику, которая вся принадлежит олигархам? То, что с Россией может быть, мы видим на Донбассе. Как только олигархи ушли, все остановилось. Потому что они ушли не только сами. Они увели за собой весь старший и средний персонал, весь менеджер. И оборотный капитал. Вот сейчас на Донбассе три месяца, как не работает практически ни одна шахта. Пока Ахметова не национализировали, условно говоря, что выдали за великую победу, там что-то как-то работало. Уголек поставлялся через Россию на Украину, с этого все имели значительные дивиденды и местные бандиты типа Захарченко-Платницкого, и наши здешние посредники, российские жулики с этого имели, и украинские жулики с этого имели. Но сейчас Ахметов вышел, он вывел за собой весь менеджмент. И все встало. Шахтеры три месяца не получают зарплаты. Вот у нас будет пример то же самое. Если олигархи одновременно выйдут, у нас возникнет ситуация Донбасса и возникнет ситуация конца 17-го, 18-го года столетия Донбасса, когда, вы помните, локаут гигантский, когда Викжель и союзные с ним профсоюзы просто прекратили работу, забастовка руководства, которую приходилось решать очень радикальными способами. Спасибо, Игорь Иванович. Ирий Юрьевич, вы как считаете, понадобятся что, первые шаги и понадобятся... Вот вы все-таки продолжаете играть с нами вокруг, как будто мы два кандидата в президенты. Я обращаю внимание зрителей и ваш на то, что я не сам выдвигался, вы насколько я знаю, ни одна политическая сила нас никого пока не выдала. Поэтому давайте все-таки говорить о том, как мы понимаем, что нужно делать новой властью, если мы оказались в ее советниках или в ее рядах. То есть, какую политику мы будем стараться проводить или помогать проводить. Значит, эта политика начинается не с момента взятия власти, а она уже началась. Значит, мы ее так или иначе проводим, причем вместе проводим. Значит, на тех публичных переговорах, которые были на Московском экономическом форуме, вот мы искали общую платформу, потому что начинается с согласия, начинается с разрушения того поля, которое навязано нам властью, разделяй и властуй. Вы националисты здесь в углу, вы коммунисты здесь в углу, избиратели, соответственно, только стравливать. Наша задача это поле переломать. Мы на это работаем. Игорь Иванович вышел с репликой на нашем совещании, что все хорошо, но это вчерашнего дня, а ситуация военная. Мы что сделали, мы обиделись? Нет. В следующем же документе, который я опубликовал, касающийся государственного конституционного устройства, как мои наработки, эта статья называлась «Ответственное госуправление, не госуслуги». Специально есть разделщик со ссылкой на вашу реплику, что ситуация действительно необъявленной войны, эта ситуация имеет военные аспекты, о которых я рассуждать просто не буду. Но для меня принципиально важно, что мы экономически, социально-экономически, мировоззренчески не готовы к этой войне. Значит, со своей стороны мы должны сейчас прикладывать усилия, в том числе и к тому, чтобы и программа социально-экономическая, и программа госуправления конституционного устройства строилась, как программа, позволяющая мобилизовать ресурсы, в том числе на отражение той или иной внешней или внутренней, в том числе скрытой, в виде саботажа и так далее, агрессии. То есть этим мы занимаемся. Значит, вот у нас создана рабочая группа, в последнем совещании между ПДСМ, ПСР и представителями Купарев, в том числе рабочую группу, вошел ряд авторитетных людей, там, Братищев, Никитчук и так далее. И мы сейчас занимаемся этими наработками. К сожалению, медленнее идет, чем хотелось, но мы этим занимаемся. То есть этот процесс, мне кажется, не менее важен. Это первое. Второе. Значит, вот вы сказали механизм саботажа. Значит, это ведь можно предвидеть заранее. Я напомню, что было больше четверти века назад. Больше четверти века назад. Горбачев перед 28-м съездом КПСС объявил, что партия должна уйти от госуправления. Я баллотировался на 28-й съезд КПСС в том же округе, только партийном, от которого уже год был депутатом. Я выступал с Тейсом. 91-й год, начал 90-й год. Да, да. Что партия не имеет права бросить управление. Вот летчики за штурвалом, они, может, неправильно захватили штурвал, но никто больше не умеет. Не имеет права бросать управление. Партия должна быть разделена на конкурирующие структуры, фракции или две партии, и не бросать управление. Так вот, 70% членов КПСС тогда проголосовали не за меня хорошего, а за эти идеи, в том числе, что имущество, часть должна быть возвращена как база для других партий и так далее. Но, что нельзя бросать управление. Теперь, опять же, сейчас можно сочинять все, что угодно. Вот я был начальником контрольного управления президента. Это я был назначен в марте 92-го года. В марте 92-го года. Значит, напомню, полушуточный, полукарикатурный, но со смертями человеческими, путь прошел в августе 91-го. Система госуправления полностью рухнула. Стали создаваться структуры какие-то, в том числе контрольного управления президента. Что делал каждый новый начальник? Приходил, устраивал реорганизацию, выгонял всех, кто были до того, и начинал набирать опять своих по своим новым критериям. Я не хочу сказать, что я в этом смысле образец, но у меня всю жизнь была другая идея. Идея, которую, я надеюсь, мы примем, она не моя, что вообще всем должен быть дан шанс. Нельзя людьми, как марионетками, играть. Вот всех выводим за штат, и дрожите, трепещите, как листики, будем лично каждого приглашать, расстрелы и так далее. Нет, наоборот. Мы всем даем шанс работать, но четко декларируем, своим примером в том числе, новые правила игры. Кто совершил преступление, да, потом будем расстреливать и так далее. Но сначала всем должен быть дан шанс в новых условиях себя зарекомендовать, как нормального работника. На счет контрольного правильника, в которое я пришел, там ровно половина была из старых советских структур. Из народного контроля, какой-то контроль ЦК КПСС и так далее. — Практика КПК. — Да, да, да. — Спортивный контроль. — Вот когда все поняли, что никого не заставляют облизывать ботинки, а всем ясные, четкие требования и работой, нашлись несколько саботажников. И было всего несколько. За однократное, грубое нарушение другой обязанностей тут же уволено. Еще несколько сразу ушли. А все остальные нормально заработали. То есть я хочу сказать, что саботаж возможен. Возможно такая ситуация, которую описываете вы. Но возможно и такая ситуация, когда общество осознает, что оно дошло до края, и большинство, в том числе и чиновников, готовы развернуться и начать работать. Это будет зависеть от ситуации. Чем тяжелее будет ситуация, чем хуже, тем как-то не парадоксально большее количество людей, я уверен, будет готово отложить распри. И если им дадут шанс, работайте сотрудничать. Хотя найдутся саботажники и организованные саботажники и так далее. Но это ситуативно. Это очень по-разному может быть. Я немного раздумал, в целом ваш тезис понятен. И тоже особо-то не поспоришь. Но все-таки есть нюансы. Мне кажется, просто ситуация 1991 года и ситуация, не знаю какого года, в новом столетии, она принципиально разная. Потому что, как бы, Юрий Юрьевич, когда вы стали начальником управления, там работали профессионалы очень высокого класса, которые профессионально занимались в течение даже не лет, а некоторых, наверное, десятилетий, да? То есть они эту работу знали как свои пять пальцев. Они другой работы вообще, скорее всего, не знали. Ничего кроме этого не умели. То есть у них выбора-то особого не было. Оставаться или не оставаться. Это раз. Два. Они это действительно хорошо умели делать. На чем, собственно говоря, продержалась вся эта ельцинская передка и то, что последовало след за ней. В первую очередь на кадрах. Я ведь тоже застал в вооруженных силах еще старые подготовленные советские офицеры, которые, уж они могли быть разные по моральным данным, но обучены они были очень хорошо. Они знали и умели, были профессионалами высокого класса. Сейчас, к сожалению, с профессионалами у нас не важно. Это я говорю в том числе, как и офицер не так давно наших спецслужб, особенно на руководящих постах. Потому что отбор шел не как в советское время, все-таки, а по другим критериям. Как раз по критериям, у кого язык помягче, кто готов делить, пилить и по родственным связям. Это первое. Второе. Вот как раз на Донбассе четко показано было, что там тоже там был край, там развал государства. Тем не менее, подавляющая часть этого чиновничества выжидала или просто самоустранилась. Самоустранялась или выжидала. Именно они все смотрели на того же Ахметова, на того же Тарутова, на других местных олигархов по одной простой причине. Они, работая в государственных органах, состояли в внутренних пирамидах, в мафии. И ждали команды, в первую очередь, не по официальным каналам, а по мафиозам. Вот у нас сейчас точно такое же мафиозное государство, как Украина. В некоторых случаях больше, в некоторых меньше, но в целом принцип один. Если люди замкнуты на мафию, людей продвигала на посты мафия, она их поддерживала, толкала, тянула. И в первую очередь, они будут смотреть не на нас, а на глав своих мафий. Мафий местных, центральных, прочих. Поэтому, рассчитывать на то, что как в 1991 году, там два-три саботажника, остальные все смирятся, по-моему, слишком наивно. Я совершенно с вами согласен, в плане того, что у нас нет других чиновников, у нас нет других экономистов, у нас нет даже других руководителей предприятий на данный момент. Ну, нет их физически. У нас совершенно другая ситуация, чем была в 20-30-е годы, прошлого столетия, большевиков. Безотносительно, нравится мне большевики, или не нравится, я стараюсь просто судить объективно. У них был огромнейший кадровый резерв. Восемь детей в каждой семье. Огромное количество молодежи. И можно было пробовать. И это все равно при том же, что, как вы помните, в знаменитом «12 стульях» за каким-то там инженером. В Тимурдукову. Нет, в Тимурдукову, там другой инженер, за которым гонялись там все время, потому что страшный был дефицит на образованных людей, знающих свое дело. Но были буржуазные спецы, так называемые. Да, были спецы, да, за которыми, собственно говоря. Игорь Иванович, у нас есть хорошие предприятия, есть хорошие предприятия. Я просто говорю, что я согласен, конечно, с Юрием Юрьевичем, что у нас нет варианта, что всех тут же отстранить и на их место назначить. И юноши с обзором горящим, которые все сделают. Нет, конечно. Но наивно ждать, что они нас поддержат. Добавлю, можно? Их надо будет заставить работать. В чем, конечно, проблема? Проблема в том, что сейчас происходит целенаправленное приукрашивание, с ретушированием того, что привело, в конце концов, к крушению СССР. Я много раз говорил, высказывал эту мысль, она очень простая. Когда нужно было создавать ракетно-ядерный паритет в США, востребовались конструкторы, инженеры, таланты и так далее. А когда стало более-менее все стабильно, в условиях несменяемости власти, стали строить лакейский двор. И, к сожалению, мы столкнулись с тем, что везде, даже в оборонке, из которой я вышел, на верхнем уровне все больше и больше мы наблюдали лакеев, почему у нас и революция пришла в коллектив нашего оборонного института, где я работал. Так вот, чтобы не было иллюзий, те же, как вы говорите, профессионалы были тоже очень разные. Оставшиеся после советского времени, в той сфере, в которой я работал, были люди, которые были способны и хотели работать, а были люди, которые способны только смотреть в глаза и пытаться понять, так душить или отмазывать. Что начальство хочет. И то, и другое было. Это очень быстро выяснится. Просто, еще раз я подчеркиваю, не сочтите меня дипломатом или обманщиком, но мне кажется, пытаясь создавать команду, которая претендует на то, чтобы в конце концов взять власть, надо открытым текстом говорить, что мы целесобранно хотим не пугать людей, а вовлечь людей, максимально вовлечь людей, в том числе и тех, которые работают сейчас в госорганах, многих из них самих тошнит от того, что они вынуждены делать. То есть мы должны ясно и однозначно говорить, что мы хотим не смести одних и поставить других, а все-таки создать другую атмосферу и всем дать шанс. Это бесспорно. То, что вы говорите, это бесспорно. Это просто бесспорно. Но вот на опыте Крыма и Донбасса, где я варился, как говорится, в каше, которая, скорее всего, предстоит у нас здесь в той или иной степени, я могу сказать так, что без автоматчиков к сожалению, это невозможно. Одним добрым словом невозможно. И одна реплика еще на ваше. Дело в чем? Вот тяжело об этом говорить. Но я боюсь, что вот то, о чем вы говорите, было усугублено, к сожалению, еще не последовательностью позиции России. Была бы позиция России более однозначной и демонстративной, что мы готовы идти до конца в этой части, меньше было бы саботажа и больше желающих развернуться лицом к России, работать над властью. Я согласен, но здесь был другой момент, что особенно... Здесь копия будет ситуации. ...с момента, когда Россия заявила о том, что примет Крым в свой состав, это если говорить о Крыме, то тут же вся партия регионов, все ударовцы, все побежали в единую Россию, все тут начали, выстраивались в длинные очереди на занятие должности или на возвращение на должность. Собственно говоря, в Донбассе этого не было, естественно. В Донбассе этого не было, а у нас ситуация может сложиться так, что, допустим, в одном регионе будет одна власть, а в другом регионе будет другая. Если, как раз, все претенденты на это... Извините, если, допустим, представьте себе, что в Москве пришли к власти каким-то образом патриоты, а в Екатеринбурге у нас господин Ройзман провозгласил Уральскую либерально-демократическую республику и пригласил к себе американских морпехов. То есть, ориентиры будут разные. Магниты будут, магнит будет, может быть, не один. Простых решений, а последующие решения. Игорь Иванович просто говорит, что, посмотрите, в Донбассе может... На сознательность, к сожалению, на одну сознательность опираться будет от слова вообще нельзя. И не забывайте, что даже сознательные люди, обычные обыватели, они совершенно не... ну... Они привыкли жить хорошо. Все-таки, что надо отдать должное Путину и его команде, они за счет тихого ограбления страны, тихого такого ограбления страны, и ресурсы, и будущего, они вырастили достаточно большой слой типа рантье, которые, ну, привыкли мало работать, и очень сытно кушать. потребители. И у этих рантьей есть семьи, и всегда во всех своих действиях они будут думать, а что будет с моей семьей? Они потеряют ли они статус? А как я полечу в Турцию? Игорь Иванович говорит, почему, почему, что по ситуации в Российской Федерации в кризис, будет напоминать ситуацию в Донбассе. Нет четкого, нет никого внешнего, собственно, куратора, как бы. Но мы, давайте перейдем все-таки к следующему тогда вопросу. Да, чрезвычайный, могу подытожить, чрезвычайный период неизбежен. Это ясно. Максим, перед тем, как мы перейдем, я хотел бы одну маленькую ремарку. На самом деле, вот просто из собственных размышлений, на самом деле, когда я думал, вот что бы я сейчас сделал на месте Путина, ну вот, чисто мои мысли, вот такие, никак не связанные с претензией, то я не знаю, что я бы делал на его месте. Вот честно сказать, я не знаю, у меня нету никакой, ни одной позитивной стратегии теперь. Вот после провала в 2014 году, когда ему надо было руху, а он то ли не понял, то ли испугался, скорее всего, и то и другое, то уже делать что-либо невозможно. То есть, пытаться, то есть он со своей, он сам гедонист, вся его команда гедонистическая, и гедонистические потребительские настроения он распространил среди всего чиновничества, поголовно. И пытаться, теперь, если он попытается какими-то чрезвычайными методами, навести порядок, навести дисциплину, он не только не улучшит ситуацию, он ее, наоборот, резко ухудшит. И население будет его обвинять в том, что ситуация ухудшилась. Это, извините, когда больному дают горькое река, от которого его начинает трясти, а до этого кормили сладкими наркотиками, естественно, больной начнет кричать, а что это вы мне даете, раньше было все так хорошо и замечательно. Игорь Иванович, поэтому и неизбежен тот самый чрезвычайный период. Я надеюсь, я останусь с друзьями обоих президентов в том или другом случае. Обоих кого? срочного протекционирования? Друзья, мы перейдем к следующему вопросу. Вот. Давайте. Короткая реплика, чтобы не подвисло, еще раз. Первые меры, в любом случае, очевидны. Есть наши товарищи, которые безвинны, потому что даже без приговора суда, вряд ли все, как Мухин, Барабаш, Парфенов, Соколов, и так далее, тамятся за стенкой. То есть, первые меры, это все равно освобождение никуда не будет. Первая мера, это подчинение, реальное подчинение силовых структур, чтобы они начали работать и подчинялись нам. А это надолго. Потому что, как вы помните, когда стартовали, стал же с Киева, когда там, перед сверху Януковича, как в этого, с киевского аэропорта стартовало гигантское количество бизнес-джетов, да? Вот первое, надо закрыть аэропорты. Могоцитно, что надо. Остановить банковские операции, чтобы вся наличность и все Советства Российской Федерации не оказали. Другими словами, Игорь Иванович, я об этом говорил. Сколько прошло с момента прихода Трампа? Сумел он подчинить себе силовые структуры? До сих пор не сумел. Без других обстановок. Я хочу сказать, что те же Мурхин, Барабаш, Парфенов, Соколов, Квачков, другие, не должны ждать столько времени. Должны быть служены немедленно. А все остальные вопросы вслед за ним. И это очень важно. Маленькая ремарка. Я с уважением отношусь к Мухину. Однако, первое, что я должен сделать, это чтобы Мухин завтра был у меня в приемной и поливал меня матом, как он меня поливает. Поливал, как говорится. Я об этом, честно говоря, думать как-то не очень хочу. Разноглась. Еще раз у президента есть полномочия, с обоих немедленно. Миша полномочия, Эльдар съездит. Я, честно говоря, себя на посту президента и не миссия. Мы не про себя. Давайте, друзья, друзья мои, давайте к вопросу еще, к следующему. Очень живопытый, животрепещущий вопрос. Все-таки огромное число активов, богатство уже вывезено за рубеж. В Лондонграде в тех активах и прочее, экономические, мы финансовые не самостоятельные. Чего начинать? Это же надо будет каким-то образом вернуть, что называется, чтобы питать экономический рост. Какую-то экономику, какое-то возрождение. Но это будет не скоро. Но я хочу, чтобы это все равно вопрос. В принципе, что придется делать на новом углове государства? Юрий Юрьевич, вот как экономист, прошу начать. Ответ. Есть разница между стратегией и тактикой. Значит, все, что мы вырабатываем сейчас как единая позиция левых и консервативных, но национально-социально-ориентированных сил, это стратегия. Тактика будет диктоваться, как вы правильно в самом начале сказали, той ситуации, в которой мы окажемся в конкретный момент. будет ли лично тот, кого выдвинут, лучшим специалистом по тактике? Или мы предпочли бы, чтобы это был мощный стратег, мощная команда, я у нас все-таки команду, команда стратегов, и которые будут оперативно, ситуативно искать, в том числе, тактические решения, адекватные конкретно того момента. Значит, я предпочел бы, чтобы во главе стояла стратегия. Поэтому о тактических решениях, как вот срочно вытащить что-то, я предпочел бы сейчас не говорить. И последнее. Надо понимать, что, конечно, вернуть вывезенное жизненно важно, но вывезенное это крохи по сравнению с тем, что мы теряем каждый день от того, что не организованы в эффективную машину по обеспечению нашего развития. То есть, для чего вопрос? Все-таки первый очередной вопрос. Не удариться лбом вот во что бы то ни стало вернуть, а сначала включить все механизмы развития, а затем долго, может быть, десятилетиями придется давить, душить и вытаскивать, и возвращать. Просто уточняющие вопросы. Все равно ведь понадобится, ну вот я как в третьем проекте с Кугушевым в 2006 году, структура по возвращению. Ну и как вот, не знаю, евреи десятки лет охотились на гитлеровских преступников. Это даже мелкая. Если бы Китай вместо тех социально-экономических реформ, которые он начал, ударился бы, что сначала вернем Тайвань, а потом Китай до сих пор барахтался бы. Да не Тайвань. Китай пошел по пути. Начало развития, а потом мы все свое, будучи сильными, сумеем вернуть. Я считаю, что Россия должна действовать. Банк должен быть центральным преобразованием. Нет, о чем речь. Это безусловно, это таится нашей программы. То есть, никто в стране не может слить никакую власть, в том числе финансовую, кроме как орган государственной власти. Значит, Центральный банк, безусловно, орден государственной власти с контролем под отчетом наказуемой. Это безусловно. Игорь Иванович, ваш взгляд на отвечу. На самом деле, здесь я с Юрием Юрьевичем практически, опять же, абсолютно согласен, что первое, что необходимо сделать, это создать систему, при которой хотя бы новое не будут вывозить. То есть, в первую очередь, отстроить ту систему, которая будет резко, радикально, в лучшую сторону отличаться от действующей. Создать государственные законы, то есть, законодательную базу, для того, чтобы деньги из страны не утекали. Это самое главное, чем нужно заняться, стратегия. Что касается тактики действий в рамках обеспечения этой стратегической задачи, ну, она широко известна. А что касается возвращения, для того, на мой взгляд, вот, я опять же солидаризирую с Юрием Юрьевичем, для того, чтобы добиться хотя бы частичного возвращения, все-то, конечно, никогда не вернуть. Это понятно. Необходимо будет создать ситуацию, условия, чтобы те страны, которые приняли у себя этих людей, эти капиталы, были больше заинтересованы в сотрудничестве с Новой Россией, чем в том, что вот это волье, на которое на самом деле наплевать, оставалось у них и продолжало пользоваться нажитым непосильным трудом. Но Великобританию принуждать придется. Ну, принуждать Великобританию, давайте мы, то есть, там сейчас еще как наш патриарх папе римскому жалобу напишем. Не будем. Не будем. Ну, а так, есть же известный анекдот, как говорится, что касается, да, там, помните, как к Филину мыши пришли, да? Нет. Ну, мыши собрались и начали обсуждать, что ж такое, все нас едят, кошки едят, лисы едят, совы едят, волки едят, ну, все едят, а мы никого не едим, что делать? Как вот исправить, переломить ситуацию? Ну, пойдемте к Филину, он у нас самый умный в лице, приходит и спрашивает Филин, вот такая ситуация, кошки едят, волки едят, что делать? Что нам делать? Совсем все. Филин подумал, подумал, мыши, у меня есть гениальная идея, давайте быстренько превратитесь в ежиков, их никто не есть. научная концепция, точно. Мы еще, ура, все превращаемся в ежиков, толпой идут, обсуждают, как хорошо будет им жить, когда они станут ежиками. Потом вдруг, одна мышь самая умная, слушайте, а как мы превратимся в ежиков? Действительно, а как? Ну пойдемте обратно к Филину, узнаем. Подходит Филин, ну все понятно, здорово, а как нам превратиться в ежиков? Ну мыши, это уже тактика, а я стратег. Что касается, ну еще раз говорю, здесь Юич полностью, для начала необходимо будет отладить такую систему, при которой, во-первых, вывоз капитала будет невозможен, хотя бы в том объеме, в котором сейчас. И во-вторых, чтобы здесь было выгодно, чтобы деньги оставались здесь. Вот короткая реплика. Сейчас нам бросают, что типа задний умом все сильны, а вот тогда о чем думали? Значит, ну существуют архивы. Значит, нельзя сказать, что кто-то что-то не знал, не прогнозировал и так далее. Значит, вот сейчас у нас июнь 17-го года. Поднять архивы передачи «Пятое колесо». Значит, вот июнь 90-го года, «Питерская передача» «Пятая колесо» Да, она на всю страну затранслировалась. До помощи, вы смотрели за помощь, да? Там я говорю о том, что если предстоит приватизация, то надо понимать, что нельзя начинать до тех пор, пока не будут заключены заглашения с ключевыми странами мира, США, Англия, Франции и так далее, от безусловной выдачи преступников в сфере приватизации. Тогда все все понимали. Я об этом публично говорил в передаче «Пятое колесо». Нельзя сказать, что этого кто-то не знал. Просто сознательно пошли на это. Надо было срочно разграбить. Ну, понятно. Юрий Юрьевич, беда, вы, даю все за собой эту беду, знаю, вы слишком рано предупреждаете, слишком далеко. Ну, балк с тем. Я не один же такой был. Друзья мои, все понимали, что так нужно делать. У нас с вами последний, так сказать, пункт общей такой повестки, перед тем, как мы к нашим зрителям-то перейдем. А теперь давайте подумаем, какая должна быть внешняя политика. Вот что нам делать? Ну, что нам, Сирию к черту и матери, заниматься, как говорится, страной, заниматься ближним окружением, воссоединением русского народа. Что? Потому что, ну, понятно, что с такой экономикой, в таком состоянии потянуть что квази-имперскую, лже-имперскую мы не можем. Я прошу, Игорь Иванович, вы же начнете тему? Ну, опять же, опять мы приходим к тому, что мы не знаем, с какой ситуацией мы будем стартовать. Что нам придется бежать? 100-метровку или нам придется бежать марафон 42 километра? Мы же не знаем. Вот просто сказать, что будет так. Даже когда было все развалено, после, в ходе гражданской войны, красные там, только к ним не относились, они все-таки попытались сплотить земли империи, еще и Монголию не уходить. На самом деле, я вам скажу, как историк именно периода гражданской войны, все-таки, когда-то я занимался этим достаточно плотно, красные действовали во многом ситуативно. У них была, во-первых, идея о том, что вот-вот должна начаться мировая революция, что вот-вот вспыхнет Германия, именно они первые в свой год-полтора своей деятельности, они все... Это рассчитывали. Они на все имели в виду именно это. Именно поэтому в первую очередь они посылали, готовились послать помощь в Венгрию и формировали самые лучшие подразделения для корпуса прорыва, чтобы на помощь венгерской революции. Потом, не надо забывать, что когда Ленин отдавал Германии, Украину, Белоруссию, Прибалтику, он всем и говорил, что скоро будет мировая революция, все, значит, будет, это все пойдет назад. То есть, там, нет, некорректное сравнение, Максим, но я не об этом хотел сказать, тут можно долго рассуждать. На самом деле, мне кажется, что у нас должен быть примат, во-первых, внутренней политики над внешней, и во внешней политике, если уж мы ее касаемся, должен быть примат интересов русского народа, над интересами всех окружающих стран. К сожалению, надо понимать, что Россия, это фантом наиболее Советском Союзе, который был второй мировой державой, сверхдержавой, одной из двух, они уже не относятся к современной Российской Федерации. Но воссоединение русского народа. Воссоединение русского народа, оно просто необходимо, и на это должна быть нацелена внешняя политика. Но это не значит, что если патриоты придут к власти, то уже завтра надо наступать на Киев, на Минск, на Верный, или там освобождать Наровский район Прибалтики. Это отнюдь не значит. Но признать хотя бы республике-то... В первую очередь, я полагаю, что патриотическая власть должна четко обозначить, что она полагает необходимым воссоединить хотя бы три основных славянских государств, образовавшихся на развалинах СССР. Украину, Белоруссию, Российскую Федерацию. И что она будет защищать интересы и жизненные интересы людей по остальному СНГ, которые ощущают себя гражданами России, ощущают себя русскими людьми. Не важно, какое они конкретно национальности, но ощущают себя русскими. И связывают свою жизнь именно с Россией. вот это и, конечно, необходимо будет делать. Обязательно. И это делать твердо, четко, и подтверждать слова делами. Пусть это не обязательно будут танковые колонны или там авиационные удары, не обязательно это сразу будут там санкции и прочее, но за каждое слово надо будет отвечать. И цель, это, полагаю, она должна быть достигнута. Иначе, мой тезис четко, он нисколько не меняется. Мое глубочайшее убеждение, поодиночке не выживет ни Российская Федерация, ни Украина, ни Белоруссия. Все они поодиночке будут стагнировать и финал у всех будет одинаковый. Вопрос только, какое будет расстояние до этого финала. Юрий Юрьевич, Ваш взгляд на необходимую внешнюю политику? Даже не тот вопрос, который Вы задали, а тот вопрос, в который Вы это дальше преобразовали, мне кажется, это мощнейшая база для объединения всех национально-ориентированных сил. Даже один этот вопрос. И здесь хочу подчеркнуть, независимо от всех, у нас у всех есть недостатки, независимо от всех недостатков лидеров и так далее, позиция русских националистов, правых консервативных сил, позиция коммунистов, абсолютно одна и та же. Это очень серьезная основа для единства. Это первое. Значит, второе, что могу сказать, в дополнение к тому, что Вы сказали. Первое, вокруг слабого, разлагающегося, даже если он произносит пламенные речи, объединиться никто не может. Совершенно согласен. Россия не является позитивным примером. Вот в чем проблема. Правда, Украина опустилась настолько, что для многих на Украине остается Россия позитивным примером, слава Богу. Но хотелось бы, чтобы Россия стала другой, чтобы она была позитивным примером, не меньшим, чем для украинцев сегодня является Польша, Германия и многие другие страны Европы. Потому что украинцы ездят в Европу, видят, как там организована жизнь, и говорят, так там социализма больше. Они не за социализм, но там социальности, там уважение к человеку и так далее, олигархии, федализма меньше. То есть об этом речь. То есть снова и снова здесь внешняя политика не просто подчинена внутренней, а внешняя политика реализуется путем внутренних достижений. То есть путем внутреннего самовоспитания, самопостроения, самопреобразования и так далее. Юрий Юрьевич, разочисти я сразу за реплику. Первое, что мы необходимы, это вернуть России реальные суверенитии. Это первое. Это самое, это краеугольный камень любых внешнеполитических построений. Пока у России нет реального суверенитета, пока наш Центробанк подчинен Федеральной изъявной системе США, а президент мечтает о встрече с Трампом, позволяет себя похлопывать всяким представителям европейского эстеблишмента. И Меркель или там какой-нибудь Бургхальтер способен одним визитом остановить мощнейшую, как говорится, операцию. Это говорить о какой-то самостоятельной внешней политике просто бессмысленно. Ужесточу позицию в рамках включения России в ВТО, МВФ и так далее, что представляла собой позиция России по отношению к другим странам СНГ. Как ни печально в этом говорить, получалось так, вы не смеете сдаваться поодиночке, вы должны выстроиться в Кельватор за мной и идти сдаваться Западом, как мои вассалы, за мной следом. Это не перспективно, это неинтересно, никто не хочет быть вассалом у второго сорта, если можно быть вассалом у первого сорта. Совсем просто. В этом смысле вы совершенно правы. Создание альтернативного центра развития, действующего по иным альтернативным правилам у России вместе, то есть не говорю о заключении стратегического союза, но совместными усилиями с Китаем, Индием и рядом других стран, в России есть возможность начать радикально менять правила мировой игры, создавать альтернативный центр развития. Для этого нужна воля, а не расчеты на то, что нас пожалеют, приголубят и в конце концов простят. Это вот ключевой. И второе, о чем не было сказано, хотя, в общем, казалось бы, ну, вы это наверняка в голове держите, просто об этом не сказали. Значит, внешняя политика успешна и эффективна только у тех, кто на протяжении длительного периода времени не сдает своих союзников. Ни при каких условиях. То есть, это как бы аксиома внешней политики. В этом смысле про Сирию вы не стали говорить. Я про Сирию много писал, когда все это начиналось. Я был категорический противник войны против ИГИЛ, нечего нам там делать. Я был радикальный сторонник, выполнения обязательств перед союзниками Сирии. То есть, мы не должны были объявлять никакой войны ИГИЛ. Но если есть союзники, если есть союзнические обязательства, должны выполнять. Нет союзнических обязательств, нечего выполнять. все, все здесь. Мне кажется, что сирийская тема настолько сложна, я просто здесь как военный скажу, что мы, особенно в той военно-политической ситуации, мы не тянем в сирийскую войну, от слова, никак. Учитывая, что у нас на носу висит война с Украиной, большая, никуда она не денется. Надо было войну ИГИЛ объявлять, участвовать в чужой компании. Надо было вообще ни в коем случае не сосчитать интервенцию в чужую гражданскую войну. Потому что все-таки война в Сирии в первую очередь гражданская война. И третий вопрос. Третий вопрос. Снова и снова. Мы не можем это обойти стороной никак. Для того, чтобы проводить активную внешнюю политику, нужно быть очень сильным. Потому что какие бы мы прекрасные перспективы, правильные внешнюю политику не нарисовали, любая внешняя политика слабого не совсем согласен. Любая внешняя политика слабого это либо ты танцуешь под того, кто на тебя давит, либо ты осуществляешь блеф. Значит, внешняя политика должна быть обеспечена силой. Для этого нужна внутренняя мобилизация. Ну, понятно. Юрий Юрьевич. Здесь я согласен абсолютно с этими двумя тезисами. Я добавлю еще третий тезис. Либо внешняя политика должна быть обеспечена реальной готовностью нанести более сильному противнику неприемлемый для него ущерб. К сожалению, такие силы сравнятся в ближайшее время с Соединенными Штатами и даже с Китаем, от которого мы безнадежно отстали и в военной силе, и в экономической, и во все остальное. Мы в ближайшее время не сможем. Но мы сможем защитить хотя бы свой ареал обитания, если будем демонстрировать полную абсолютную готовность, как это всегда было, кстати говоря, в истории Руси и России, нанести противнику неприемлемый ущерб. Побеждает отчаянный. Это был, кстати, единственный наш шанс на выполнение внутри и внешнеполитических задач после прихода к власти. То есть, готовность действовать очень смело, очень решительно и не бояться того, чего боится противник. И при этом все это сопровождается рационализацией политики внешней. Вот именно самое сведение к ареалу, а не вмешательством чужих гражданских войн. Да, последний тез, он очень важен, потому что это тез тоже единая позиция, о которой мы договорились с удаванной. Я имею в виду тез о том, что категорически недопустимо играться со своими территориями. Категорически недопустимо никакое совместное свои территории с теми, кто на них претендует извне. Категорически должен быть просто жесткий конституционный запрет. И всегда интересы нашего народа, важнее интересы всяких Сири. Я еще добавлю. Лев Вершинин, вам, наверное, хорошо известный, любезно презентовал мне свою книгу «Черные судьбы по Африке». И читая о судьбе во второй половине XIX века Туниса, Марокко, Алжира, я читаю про современную историю России. Все, что происходило, став некогда достаточно сильными государствами, особенно там Марокко хорошо расписано, во второй половине XIX века, в результате чего из полностью независимых государств, они за какие-то три-четыре десятилетия превратились в бесправные колонии, все это сейчас повторяется у нас. Один к одному. Друзья, ну теперь мы да, да, мы переходим с вами к вопросу уже вопросов наших, от наших зрителей. Итак, вопросы ко всем. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова